Девушки отдыхают Ваши шерифы убиты, и много солдат погибло. А мощь армии Регалы только растёт. Она нанесла нам удар на посольстве, это правда. Но мы, сделанные из железа, мы не отступим. Не знаю, духовник. Что мы можем сделать наездникам на машинах? Может, Регала и собрала себе армию, но... Её машины убили весь мой отряд! Вспомни видение. Предтечи не выбирали битву, но всё же они не дрогнули. Не отступили. И мы не отступим. Во имя десятых. Ты пришла к нам. Вы знаете, кто я? Огневолосая воительница, одолевшая лучшего воина Регала у Света Пустоши? Ха-ха-ха. Да. Мы знаем, кто ты. Я Дека, духовница клана Долинников. Ты пришла говорить с вождём Хикара? Не совсем. Мне здесь кое-что нужно. Всё, что тебе нужно, даст вождь. Идём. Это одно из видений, о которых вы говорили? Да. Это записи о десятых. Я могу показать их тебе, если хочешь. По пути к вождю. Ваши видения. Ты говоришь, это записи о десятых. Кто они? Предтечи, которые приняли бой против машин на этой земле много лет назад. Их подвиги отражены в видениях. Ну или в том, что от них осталось. И мы помним и чтим их. А раньше было больше видений? Намного. Здесь всё было наполнено светом и звуком. Но с годами видение поглощает тьма. Одно за другим. Поэтому духовники так важны для племени. Мы запоминаем всё, что дали видение. Впитываем в себя. И передаём из уст в уста от поколения к поколению. Однажды роща угаснет. Но духовники будущего сохранят видение в памяти. Почему Хикарра хочет меня видеть? Мы воюем с Регалой. А ты уже доказала, что можешь выстоять против неё. Я пришла не воевать вместо вас. Не вместо. А вместе. Но я не собираюсь тебя убеждать. Это дело вождя. Он умеет уговаривать. Что значит быть местной духовницей? Мы передаём молодым знания и видений и делимся с ними своей мудростью. Какой мудростью? Как быть настоящим воином. Как храбро сражаться и не запятнать честь. И когда стоит заключить мир. Ты сама всё увидишь. Когда мы войдём. Что ж, пойдём к каждую Хикарру. Он в тронном зале. В дальнем конце рощи. Идём. Да узришь ты записи о десятых. Оно повреждено. Запись неполная. Полнота смысла утрачена. Долг духовников объяснить людям то, что осталось в видениях. Долг духовников. Война. 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 Воинские леты. Битвы. Всё подготовиться. Десятые были храбрыми солдатами, верными своему отряду и своему долгу. И когда битва звала их, они взлетали в небеса и прыгали навстречу славе. Все Тенакт стараются поступать так же. Пока не было одного вождя, это то немногое, что объединяло все кланы. Десятые герои в пустыне. Десятые герои в пустыне. Десятые герои в пустыне. Остальные боялись ярости. Солдаты атаковали врага. А это видение? О том, как Десятые вели войну с врагом в жаркой пустыне, где никто не смог бы выжить. Но вопреки всему, они сумели. И пустынники поступают так же. Ты и должна была пройти по их землям по дороге сюда. Да. Они довольно... Жёсткие. Они сочли бы это похвалой. Десятые воевали в горы. На войне Десятые забирались на отвесные скалы и сражались в снег и метель. Они делали всё, чтобы защитить свой народ. Они были непобедимыми? Нет, не были. Но видения говорят нам об их силе и отваге. А это главное для истинных солдат. Небесники почитают это видение больше других. Они поселились в горах к северо-западу отсюда. Солдаты в джунглях. Те самые Десятые? Да. Они умели прятаться от врага в густых зарослях, пока не наступал подходящий момент для атаки. Уже много лет мой клан, клан Долинников, вдохновляется этим видением и живёт в джунглях на юго-западе. А это что? Его здесь оставил вождь. Если любопытно, спроси его. Пусть сам расскажет. Ладно. Наш вождь ждёт тебя. Готова? Готова. Хорошо. Идём. Субтитры создавал DimaTorzok Он прямо по-трону. Скоро увидимся, чужеземка. Спасительница Меридиана. Мне сказали, ты сдержала войска Регаллы у Света Пустоши. И победила чемпиона Грудну. Один на один. Впечатляет. Ещё я встретила там Фашава. Он сказал, ты великий воин. Человек чести. Его смерть. Ещё один болезненный удар. Мы не скоро восстановим ряды наших шерифов. Но если ты пришла предложить своё копьё, этот час приблизился. Я пришла не воевать за вас. Здесь внизу есть кое-что, что спасёт множество жизней и ваша дожа. Эту вещь невозможно увидеть, но она там. Я видел её. Ты назвала свою цену. Теперь я назову свою. Мои шерифы мертвы, и ты нужна мне. Помоги одолеть моих врагов, и я пущу тебя в подземную комнату. Меня нельзя купить. Я не наёмная убийца. Я должна спасти людей больше, чем ты сосчитаешь. Я сосчитал трупы убитых шерифов. Сосчитал сотни тенакт, чьи жизни стоят на кону. Я буду биться за них. И убью каждого. Кто нарушит мир. И ты тоже. Если хочешь попасть в подземную комнату. Ясно. По твоей логике, что помешает мне убить тебя сейчас и забрать нужную для спасения вещь? Попробуй. Может, у тебя и выйдет. Бой будет в любом случае. И я предлагаю бой с Регалой и её преступлениями. Ладно. Я слушаю. Нужны шерифы, чтобы племя было единым. Это звание воины могут получить только в боевом испытании, Кульруте. Я уже объявил о его проведении. Но Регала намерена сместить меня, а потому она нападёт. Захочет убить меня перед собравшимися кланами. И я должна стать твоим телохранителем? Нет. Защитить Кульрут. Но это не всё. Зная, что Регала нападёт, один из кланов уклонился от призыва участников. Отправляйся на север. И заставь Текотте, предводителя небесников, подчиниться зову Кульрута. Заставить подчиниться? Сделай всё, что нужно. Я не могу провести Кульрут лишь с двумя из трёх кланов. Шериф Катало поможет. Его ранили у света пустоши, но он не бесполезен. Шериф на севере, в деревне Скальный Кряж. Найди его там. Он отведёт тебя к крепости клана Небесников. Если у тебя остались вопросы, задавай. Ты сказал, что видел что-то внизу? Видел. В день своей Великой Победы. О чём это ты? Десятки поколений кланы сражались за владение этими священными землями. И лишь я их получил. Я сражался годами. Убил всех, кто стоял на моём пути. И когда я покончил со всеми врагами, я остался в роще один. Победа была моей. Так я думал. Гром грянул с востока и ударила синяя молния прямо туда. Гея умерла. И прибыл эфир. Видения рощи вокруг меня стали громче и ярче. И вдруг передо мной явилось новое. Предтечи говорили. И то, что они сказали, изменило всё. Что предтечи сказали тебе в новом видении? Та, которую звали Фарадей, предрекла растущую опасность машин и велела объединиться против них. Она призвала шерифов, чтобы установить мир. Видение растаяло и больше не появлялось. Я отметил точку, где оно сияло, копьём. И навсегда запомнил слова Фарадей. Покончил с войной между кланами. Научил воинов сражаться с машинами. Кульрут дал мне шерифов. С тех пор племя жило в мире, пока регало не напало на свет пустоши. А та комната под троном. Ты потом входил в неё? Входил. Внутри древнее устройство. Оно гудит от мощи. Ты увидишь всё сама после Кульрута. Клянусь тебе. Что такое Кульрут? Раньше кланы сражались друг с другом, но теперь мы союзники против машин. Это мой закон, и его олицетворяет Кульрут. Каждый клан должен послать участников на ритуал. Эти участники должны проявить себя в бою против машин на арене, за этими стенами. Победившие воины становятся шерифами. Они объединяют племя и хранят мир. Я сделаю то, что ты просишь, и разберусь с Текотой на севере. Но не забудь о нашей сделке. Ты получишь обещанное. Если преуспеешь, поговори с Декой на выходе. Она подготовит тебя к дороге. А вот и скальный кряж. Каталла ждёт меня где-то здесь. Но сперва лучше осмотрюсь. В свободное время я часто тренируюсь в охотничьей Гукоте. Рекомендую туда заглянуть. Патруль недавно заметил ледоклык. Пойдёшь лима, угустишь выдуваю его. Это Каталла. На что он смотрит? Постой, ты там был? Ага, как и весь мой отряд. Хотим сделать новую отметину в память об этом моменте. Что? Вы ж просто смотрели. На этот бой стоило посмотреть. Постой, ты там был? Долину наводнили мятежники и регалы. Разведчики говорят, что они уже много дней сгоняют сюда машины. На одних ездят, других по суд, третьих разбирают на части. Снимают оружие. Нас ждёт очень трудный путь. Нам пора идти. Мне приказано отвезти тебя к Валу, чтобы ты поговорил о Стекоте. Был бы от этого толк. Не спеши. Мне нужно знать кое-что ещё. Был бы ещё от этого толк? Что ты имел в виду? Вал не знал поражения с основания клана. Текоте считает, что за ним ему нечего бояться. Если он решил не подчиняться Хикаро, то чужеземка и шериф Калека не смогут его переубедить. А вождь считает иначе. Только поэтому я и стою тут сейчас и говорю с тобой. Почему ты уверен, что Такоте не послушает нас? Змей, засевший в норе, слышит только своё шипение. Да брось, и это всё, что ты скажешь. Хикаро говорил, что до шерифа ты прежде был небесником. Расскажи всё, что знаешь. Такоте хитёр, мелочен и мстителен. Хвати у него духу, он бы давно напал на Хикаро. Но вместо этого он завидует ему, спрятавшись за валом. Тянет время и ждёт, что его враги ослабят друг друга. Этого достаточно? Пока да. Как думаешь, зачем воины-регалы сгоняют машины в долину? Подобные сообщения мы получали отовсюду. Мятежники пригоняют машины из диких земель. Но, судя по всему, долго управлять ими не могут. Пасут их в лагерях. Там они делают с ними что-то и добиваются постоянного контроля. Я была в их лагерях. Ты прав. У них оборудование, продлевающее перехват управления. Да помогут нам десятые. Но это не всё. Ходят слухи, мятежники выискивают крупные машины. Не знаю, какие. Надеюсь, они не научатся управлять ими. Ты был на посольстве? Был. Сожалею о судьбе других шерифов. Все они будут отмщены. Ты ещё не вылечился. Я не вылечусь. Но это не помешает мне разбить черепа врагов. Я рада, что я тебе не враг. И какой у нас план? Вал к юго-западу отсюда. Мы без сомнений ещё не раз встретим воинов Регалы по пути. Придётся пробиваться с боем. Или как-то прокрасться мимо них. Простого пути нет. Как всегда. Да. Давай не будем тянуть. Погода улучшается. А я всё пропустил. За мной. Это время на пахту. Вечно куда-то спешишь. Да, паршиво. А этот бой стоило. Как бы ты убедил Тэкота отправить претендентов? Никак. И всё же? Тэнакт уважают сильных воинов и надёжные клинки. Кто не сражается, бесполезен. Ну, мы с тобой бывалые бойцы. Правда, не хотелось бы это доказывать. Значит, вся эта долина принадлежит небесникам? Да. Клан защищал её много поколений. От кого? От других кланов Тэнакт. И даже от Карха. Давным-давно. Нужен урок истории? Поговори с духовниками. Когда ты ушёл из рощи, как ты узнал, что я соглашусь помочь Хикару? Когда вождь и желает кого-то убедить, там мятежники ковыряются в какой-то машине. Нападём или обойдём стороной? Выбирай. Торопись! Нам надо догнать остальных! Я делал... Торопись! Нам надо догнать о... Готов! Я избежала боя. Но это время. Я ширину и умру! Стоять! Стоять, а то убьёт! Продолжай бой, Элой! Продолжай! Идём дальше к валу. Ну вот. Это вал. Сообщи, когда подготовишься. Я представлю нас. Аххаххан fitting... Эй, ты! Шериф требует встречи с предводителем клана. А разве шерифы еще остались? Мы защищаем путь на гору. Где крылья десятых найдут нас. Ладно, шериф. Я спущу подъемник. Когда встретим Декоты, говорить буду я. Посмотрим, как пойдет. Я вернулся. Это был твой дом? Много лет назад. Идем. Следуй зову честь. Что? Не думай, что я буду тебя жалеть. Хорошо. Не теряй деятельности. Это что, Катала? Зачем он привел чужезем? Ужасная рана. Теперь повтори. Да уж, как они нам рады. Чужеземка и шериф-калека. Твое еще зрелище. Все как там, где я росла. Так и не решила, что хуже. Когда меня сторонились, или когда стояли и глазели. Сейчас. Лучше бы сторонились. Честь и сила! Мы пришли к Декоте. Впустите. Вернулся сын клана Небесников. У вас слава десятых. Твой вождь приказал немедленно отправить участников на Кульрут. Мы прибыли, чтобы сопроводить ваших до рощи в безопасности. Ясно. Регала сильно потрепала вождя. Раз ему пришлось прислать вас двоих. Она сразила груду лучшего воина Регалы на посольстве. Она билась с честью. Мне хватило ума держать солдат в стороне. Вот и сейчас предпочту оставить своих дома. Если уж драться, то здесь. За родные стены. За наш клан. Стена не защитит вас. Регала умеет управлять машинами. Они уже у ваших дверей. Да знаешь ли ты, сколько битв выдержал Вау? Эти камни видели много крови. Я знаю, что он не должен был стать щитом для труса. Когда-то ты был воином. Когда-то. Передай Хикару. Со всем уважением. Мы оставим наших участников дома. Ведь здесь, завалом, мы в безопасности. Я предупреждал. Говорить с ним бесполезно. Придется его убить. Будет нелегко вокруг его люди. Ты вообще слушаешь? Ведь здесь, завалом, мы в безопасности, сказал он. Жди здесь. Надо осмотреть эту стену поближе. Что? Зачем? Снегопад утих. Надеюсь, надолго. Стена может быть и не такой прочной, как считает Текотто. Надо спуститься к основанию и осмотреть ее. Отшили тебя, чужеземка. Еще посмотрим. Так, просканируем стену. Как я и думала. Там есть что-то металлическое. Но эти валуны мешают сканировать. Подобраться бы поближе. Но как? Похоже, я смогу забраться на левую часть стены. Рядом с водопадом. Вода затекает в стену. Может, там отверстие? Если потяну за валуны, они поддадутся. А теперь просканирую танк еще раз. Ядро питания. Вот бы взорвать его. Но как? Так, ладно, тут ничего не сделаешь. Надо найти каталог. Стража сказала, ты ползаешь по стене, как крыса. Что во имя десятых ты удумала? Текотто сказал, что он не пошлет участников, пока они в безопасности за вал. Так? Не напоминай. Надо сокрушить вал. Ты там головой о камне ударилась? Я серьезно. В стене застряло что-то из мира притечь. С ядром питания. Можно взорвать его, но надо пробиться через слой камня и железа. Даже если это и правда, мы не справимся без орудия. Точно. Ты же говорил, что мятежники снимают такие с машин в долине. Пошли. Нет. Я не стану участником подобного безумства. Хикаро приказал помогать мне. Ты ослушаешься его, как тот навозник с горы? Это было грубое сравнение. Возможно, умеете. А дальше что? Нападем на них на всех вдвоем? Вроде того. Да. Мозгов у тебя мало. Зато храбрости полно. Кстати, вы с Токотой так разговаривали. Мне даже показалось, что между вами вражда. Так и есть. Если сработают, ну, это твой план. Может, расскажу. Ловлю на слове. Мы приближаемся к месту, где видели мятежников. Так, похоже, мятежники раздобыли оружие посильнее. Готов. Давай. я займусь дыровиком ты займись остальными тогда вперед пожалуй стоит взглянуть не найдется ли какой способ победить ту машину визор мне поможет атряд подъем скоро выдвигаемся что угодно только не обойдите в воду славы получат по заслугам я в этом уверен ул кажется я отморозил ноги смерть жестокий урок тяжелая пушка машина она может пригодиться набор а до 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...